Если вчера нижегородцы падали на непосыпанных и вледенелых тротуарах, то сегодня Нижний Новгород просто окутал снегопад. Но это не поэзия, а просто жизни. И она такова. Утром, согласно интернет-порталу, пробки составили 10 баллов из 10. Быстрее было передвигаться пешком. Многие из тех, кто все-таки сел за руль, пожалели о своем решении. В городе за утро было зарегистрировано более 40 ДТП. Так стояли верхние печоры по направлению Кремлю. От центра Сормово можно было добраться до Минина лишь за 2,5 часа. Даже еженедельное оперативное совещание городской администрации началось позже обычного. Но тем не менее, как отмечают в администрации, со снежной стихией коммунальщики справляются хорошо. Если учитывать, что в городе работают все 500 единиц уборочной техники. Нормально справляетесь. Только организовывайте работу таким образом, чтобы она не вручном улетела. И не копите снег. Вот сейчас пройдет снегопад. Все сбрасывайте. Не хотите, вывозите ее. Однако нижегородцы с такой оценкой работы коммунальщиков не согласны. Алексей добирался на своем автомобиле от площади Лятова до Минина около 40 минут. Говорит, слишком долго. Обычно за 10. Так что еще сколько ехать. Просто в такую погоду даже никуда из дома выходить не уходит. На тротуарах, по крайней мере, утром было не лучше. Пробка сплошной. Город стоит. Сколько ехали, скажите? Ну, почти час из Ленинского района. С этой стихией трудно бороться. Надо больше техники, наверное. Вот. И будем надеяться, что будут справляться. Будем ходить по чистым улицам. Ужасно. А почему? Ужасно, плохо, тяжело. И, ну, вообще много затрудняет. Не только движение машин, но и просто идти затруднения большие. Причем многие нижегородцы возмущались из-за отсутствия уборочной техники, которая, по их разумению, должна была работать с самого утра, а не ждать, пока образуются пробки на дорогах. На территории Кремля в 11 утра она и вправду работала. А вот совсем рядом, на улице Ковалехинская, картина совсем другая. К слову, нижегородцы сами не способствуют быстрой уборке снега. На оперативке глава администрации в очередной раз обращается к автолюбителям с просьбой убрать машины с дорог. Они мешают спецтехнике. Вопрос психологический. Два раза вы эвакуируете, никто не поставил там больше машин. Только это понимает у нас сейчас. И Олег Анатольевич, подготовьте мне очередное обращение в областную правительство по поводу системы парковок. Сейчас коммунальные службы вынуждены работать в экстренном режиме. Убирать снег даже ночью, чтобы уже к утру город был чист. Основная работа, естественно, будет ночью. Потому что сейчас пробки, все будет ограничено в движениях. Ночью приведем город в порядок к утру. На этой неделе, по прогнозу синоптиков, погода готовит еще не один сюрприз Нижнему Новгороду. Так что коммунальщикам, видимо, предстоит не одна бессонная ночь. Екатерина Снапкова, Алексей Калякин. Объективно ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok